Король русских царей, ты первый на плаху прольёшь, за тебя накажет Господь Россию. Я за Россию живота своего не щадил, тому Бог свидетель! Существуют в кинематографе такие проекты, которые вызывают благоговейный трепет и неподдельное удивление, как это вообще могло быть осуществимо. Сегодня речь пойдёт именно о таком, казалось бы, неподъёмном проекте. Сериалом его не поворачивается назвать язык. Это киноэпопея, растянувшаяся на долгие 16 лет и пока не планирующая завершаться. Началось всё в прошлом веке, в 1994 году, когда в России исчезло само понятие киноиндустрии. Поэтому идея снять 25-серийную историческую эпохалку, на бюджет которой можно было бы купить небольшое государство, тогда казалось совершенно утопической. Но только не для главной гардемаринши нашей страны, Светланы Сергеевны Дружининой. Двигателем этого проекта стала любовь. Любовь режиссёра к оператору, любовь жены к мужу, любовь Светланы Дружининой к Анатолию Мукасею. В постперестроечной России царил хаос. Денег не было даже на хлеб, что уж говорить о кинематографе. Люди творчества пребывали в перманентном состоянии безделья, безденежья, депрессии. Многие спивались. Дружинина решила, что если она не поможет своему мужу, своей семье и самой себе, то им уже не поможет никто. Однажды, возвращаясь после работы, я застала абсолютно типичную по тем временам картину. На большой кухне, на которой, как правило, вся интеллигенция решала все социальные проблемы и вопросы, сидел мой муж. Великолепный кинооператор. Он оказался без работы. И с ним сидел его друг, талантливейший кинорежиссёр Лёша Корень. Перед ними стояла бутылка, уже пустая бутылка водки. Ощущение полной обречённости и безнадёги. Я, честно говоря, всё равно ещё прорыдала. На следующее утро я поняла, что если я что-то не придумаю, если я что-то не сочиню, то, вероятно, и мой муж, и мои дети, и у меня было двое сыновей к тому времени, совершенно, так сказать, ещё небольшого возраста, что что-то будет нескладное. На раздумье и раскачку Дружинина не отвела себе ни минуты, понимая, что каждый из них может стоить её семье даже жизни. Она отправилась в уединение, в Дом творчества, и за рекордные две недели написала сценарии первых шести тайн дворцовых переворотов. Будет вам смута, ибо в России нет закона. Затем я приехала к своему тогда, в общем, и другу, и прекрасному сценаристу Павлу Фину. И дальше началась очень интересная работа. Мы голодными набросились на этот материал, потому что по тем временам такая была бесперспективная жизнь, что просто примитивное, нормальное общение двух людей по поводу своей профессии, это уже был дар свыше. Станин Сергеевский оставал очень позитивную атмосферу на съёмочной площадке. Никогда не было ощущения, что как всё страшно, тяжело, долго и нудно. При том, что мы знали, что действительно ей очень сложно, но этого никогда не чувствовалось на съёмочной площадке. Наоборот, для нас это всегда, это в прямом смысле, на работу, как на праздник. Есть женщины в русских селеньях. Многие уверены, эти строки не Красова, а Дружининой. Только такая сильная женщина была способна взвалить на себя гигантский груз под названием «Тайны дворцовых переворотов» и тянуть его не одно десятилетие. Она была и автором сценария, и режиссёром, и продюсером. Очень долго, практически в течение всего года, я ходила, обивая пороги нашего министерства. До тех пор, пока не нашла себе спонсоров на 16%, это было тоже условие. И тогда Армен Николаевич Медведев поставил везде свою большую такую букву «М», как вход в метро. Потом он признался, я поставила эту букву «М», чтобы никогда не видеть твоего рыдающего лица и рыдающего голоса. Это невозможно. Я не плакала, я просто говорила и убеждала его, что если не мы, то кто? Сериал «Тайны дворцовых переворотов». Автор сценария, продюсер и режиссёр Светлана Дружинина. На данный момент готово 7 фильмов по полтора-два часа. Всего планируется снять 25 серий. Жанр – историческая киноповесть. 20 главных героев. Свыше 2000 актёров, принявших участие в съёмках. В производстве с 1995 года. Бюджет от 5 до 15 миллионов долларов за серию. Премьера первого фильма-цикла в кино состоялась в августе 2000 года. На телевидении в марте 2002. До сих пор в производстве. В нужный момент по моему знаку проклятую чухонку со всем отродьем за караул. Но ведь император ещё не умер. Дружинина задумала рассказать о большой веке в истории государства российского. Начиная от смерти Петра и заканчивая убиением Павла. Для себя определив лейтмотив всей киноэпопеи, как век женщины. Перфекционистка в работе, Дружинина не позволяет себе полумер. Поэтому на роли царедворцев и дворцовых интриганов приглашает исключительно звёзд первой величины. Тайны дворцевых переворотов – это в первую очередь режиссёрское кино. Это кино Светланы Сергеевны Дружининой, которое своим внутренним миром оказывало огромное влияние на атмосферу на съёмочной площадке, на взаимоотношения актёров между собой. И подбор актёров, безусловно, это очень важно. Потому что профессия у нас энергетическая. И малейшие нестыковки видны на экране. И в человеческих взаимоотношениях, и каких-то технических. Человеческий фактор – это основной. Но в тайнах человеческий фактор был прекрасен. По сегодняшний день мы встречаемся друг с другом действительно с огромной радостью. И это заслуга Светланы Сергеевны. Все пришли сниматься практически без денег. Только для того, чтобы не потерять профессию. Чтобы общаться друг с другом не только на уровне, как мы плохо живём, и сидеть на кухне, выкурить пачку за другой, так сказать, непонятно ничего, и страдать. Нет, а чтобы всё-таки это действовать, не потерять профессию, надо работать, надо общаться, надо вообще жить. Таким образом, при почти полном отсутствии средств, режиссёру удавалось в каждом фильме собирать поистине уникальный ансамбль, что является стержнем хорошего, тем более исторического кино. Вы знаете, историческая тема, вообще сериалы на историческую тему вообще гораздо привлекательнее для меня, например, чем на современную. Потому что немножечко, хотя времена, наверное, меняются, но страсти человеческие остаются те же, и борьба за власть, так сказать, и интриги. Ну, возможность, как говорится, прикоснуться к другой жизни, ходить в других костюмах, понимаете. Потом интересны просто характеры, понимаете. Вот характер интересный. Во всяком случае, это очень интересно. Узнавать время, приблизиться, как это возможно, близко вот к той женщине, Анне Иоанновне, которой она была. Во всяком случае, какой она сохранилась в исторических свидетельствах о ней. Вот это было бы интересно. Сможем мы это сделать со Светой Дружининой? Не знаю. Саша, Сашенька, Лазарев, когда финальный кусок, ты можешь в Ветху поиграть. Пониже, повыше, пониже. Фильм «Виват Анна Иоанновна», где Инна Чурикова сыграла императрицу, сегодня считается одним из лучших в цикле «Тайны дворцовых переворотов». А ведь легенда гласит, что уговаривая Чурикову сняться в своем фильме, Светлана Сергеевна Дружинина даже вставала на колени. Инна Михайловна считала, что совершенно не подходит на эту роль. Вы знаете, вообще она была очень высокая, очень толстая. Ну вот так, как о ней говорят. И с такой, как бы, не очень привлекательной внешностью. Вот такие вот о ней говорят свидетельства. Во всяком случае, свидетельства и так о ней. Я, может быть, не владею таким большим аппетитом, как она. Но мне хочется понять ее характер. Если я пойму ее характер, может быть, стану и похожей. Не знаю. Несмотря на приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Виват Кино России», от Анны Иоанновны Чурикова все-таки отреклась. И в следующем фильме киноэпопеи, который Дружинина снимает сейчас, царицей Анны стала Наталья Егорова. К слову сказать, актриса уже играла в дворцовых переворотах другую императрицу, Екатерину Первую. 16-летний съемочный марафон позволяет актерам воплотить сразу несколько образов в проекте. Сегодня твой герой умирает, завтра ты можешь отыграть его реинкарнацию в другой роли. Ждет возвращение в сериал в ином качестве Ирина Латчина, героиня которой погибла в четвертом фильме эпопеи. Я, когда закончила сниматься, мы с Истаной Сергеевной договорились, что потом, дальше, в продолжении, есть шанс. Она помнит об этом обещании, и я тоже об этом помню. Поэтому периодически мы как-то общаемся на эту тему. Но вот любимцы Дружининой Дмитрий Харатьян и Александр Лазарев-младший вряд ли смогут претендовать на другие роли в проекте. На протяжении многих лет актеры жили со своими героями Иваном Долгоруким и Эрнестом Бероном. Роли которых были весьма неоднозначны и в истории государства российского, и в их собственной кинокарьере. Поскольку ни Харатьяну, ни Лазареву еще не приходилось играть таких обаятельных мерзавцев, что, безусловно, не мог не отметить зритель. Говори сразу, зачем свал? Берон едет в Москву. Да не может быть! Я уже начал эту работу сколько-то лет назад. У меня было небольшое появление во второй серии. Такая, сказать, заявка персонажа. Но, как по системе Савского, играешь в плохого, еще где он хороший. Берон же сам по себе интереснейшая фигура. Десятилетие на Руси страшное было названо Берон. Когда полетели страшное количество голов русских дворян, негодяй, который ненавидел Россию или стремился в богатстве к власти. Он любил и страдал, и были у него вроде и дети какие-то. Такая личность интересная. Обаятельная мерзавица действительно такое некое новое амплуа, которое, да, скорее всего, началось именно с Таин дворцовых переворотов. Неоднозначный герой просто. Не чисто романтический, положительный, рафинированный, светлый, добрый, честный, чистый, прозрачный. А вот такой, вроде то же самое все, но только со знаком минус еще. То есть, внешние признаки и черты у него вроде как остались теми же, но суть изменилась. И он стал многосложным, многослойный стал. Он где-то проявляет себя по-человечески, а где-то он совершает совершенно непредсказуемые поступки. Творческая и личная жизнь Дмитрия Харатьяна очень плотно всегда была связана с семьей Дружининой и Мукасея. Светлану Сергеевну актер называет своей мамой в кино. Именно она когда-то сняла его в «Звездных гардемаринах» и старалась давать роль в каждом своем фильме. Дружинина неоднократно пыталась привлечь к работе и жену Дмитрия. Актрису Марину Майко не складывалась по тем или иным причинам. И вот в «Дворцовых переворотах» наконец звезды сошлись. И Майко сыграла Марию Меньшикову, как потом хвасталась Дружинина, переиграв самого Харатьяна. И, кстати, Марина, играя в этом фильме, она была беременна Ваней. И, кстати, Ваню мы назвали именно благодаря и по причине того, что мы снимались в этом фильме. И я играл Ивана Долгорукого. И «Дружинина» у нас даже где-то телеграмма есть, это сохранилось, где написано, что вся съемочная группа «Тайн Дворцовых», чтобы нарекли Иваном, там нарекли, значит, своего младенца, первенца. Давай, в тишину! Подожди! Внимание! Приготовились к репетиции! Начали! Дружинина актрисы по первому образованию. Все мы помним ее чертовски привлекательных, но слегка стервозных героинь из дела было в Пенькова и девчат. Она чувствует актеров, любит их, поэтому даже к выбору массовки подходит с особой тщательностью. Актеры, как дети, расшалиться ничего не стоит, собрать потом очень сложно. Светлана Сергеевна всегда была подтянута, прекрасно выглядела, при полном параде, прическа, макияж. И она уже своим внешним видом настраивала всех на рабочую атмосферу. Она невероятно требовательна, но прежде всего к себе. И это имеет колоссальное значение. Как к самой себе Дружинина требовательно к своему мужу и постоянному соавтору, оператору Анатолию Мукасею. Говорят, иной раз капитан в юбке так разбушуется на площадке, что хоть святых выноси. Мукасей все понимает и нивелирует. Его случай – это когда волны гасят ветер. Всегда существуют проблемы между оператором и режиссером. Она должна существовать. Это совершенно естественные производственные взаимоотношения. Совершенно естественные. Но нас объединяет следующее. Любовь к изображению. И я ценю Анатолию Михайловичу Мукасею то, что он великолепно работает с портретами. Потому что все женщины его обожают. Во всех картин, где он снимал, все женщины у него самые потрясающие красавицы. И мужские портреты тоже. И вообще каждый кадр, отснятый Анатолием Михайловичем Мукасеем, вот кинооператором, который по совместительству еще и мой муж, и отец моих детей, и дед моих внуков, каждый отдельный кадр можно совершенно четко останавливать и делать это, так сказать, живописи. Остановитесь! Обойтесь! Давай, Бога! Отец! Отец! Я! Я! Долгоиграющий проект о русских правителях почти за два десятка лет своего существования и в современной России видел немало власть имущих. Дружинина замыслила дворцовые перевороты еще при Горбачеве, начала работать при Ельцине, продолжила при Путине и Медведеве. И всегда встречала поддержку с их стороны. Владимир Путин наградил ее званием народной артистки России и орденом почета. А Борис Ельцин в свое время посодействовал со съемками в Кремле. Невероятно, но так бывает. 6 марта я получила приглашение в Кремль на празднование женского дня. Это было предложение от Бориса Николаевича Ельцина. И на этом приеме присутствовали 21 женщина. Затем нас всех посадили пить чай. И он начал спрашивать каждую отдельную приглашенную гостью, в чем она нуждается, в чем он может ей помочь. И я сказала, Борис Николаевич, вот я отсняла городом на арену. Да, хорошая птица, ну да, я видел. Но я снимала это все в Кремле. Я снимала в потрясающих, совершенно анфиладах императорских. И не испытывала никаких осложнений. И вы, если посмотрите внимательно, я внимательно смотрела, все отснято в Кремле, очень большие, так сказать, эпизоды. Сейчас я ничего не могу сделать. И видите ли, в советское время мне было снимать легче, чем в нашей демократической. Как это так? Я говорю, а потому что каждый час работы, как на натуре, так и внутри Кремля, стоит 600 долларов в час. У меня 12-часовой рабочий день в интерьере. И зима, это значит, пока существует возможность. Но надо подготовить, надо одеть там сто с лишним человек, надо втащить сюда, так сказать, гвардейцев, надо и тому подобное, и так далее. Поэтому, конечно же, я никогда в жизни не обходил мне эпизод. А какой эпизод вам нужен? Вот вы знаете, мне очень важно и нужно, чтобы по Соборной площади прошел Петр II в своем прекрасном, так сказать, царском военном мундире. Ну, позвать сюда Павел Павловича Бородина. И появился Павел Павлович Бородина. И Борис Николаевич Ельцин сказал, вот, Павел Павлович, надо, чтобы Петр II прошел по Соборной площади. Это же благородное дело, это исторический проект, снимается по документам. Это надо знать всем. Время переворотов. Очень, наверное, надо похвально. И действительно, если вы будете смотреть шестой фильм по Соборной площади в Зиву, идет Петр II. Дружинина никогда не скрывала, что исторические хроники ее любимый жанр. Некоторые критики, несмотря на огромный опыт Светланы Сергеевны в освоении этого жанра, по-прежнему упрекают ее в том, что не женское это дело. У актеров, работающих с режиссером, совершенно другое мнение. Женщины по-другому чувствуют. Особенно, вот, они знают то, что не знают мужчины. Какой бы мужчина не был замечательным режиссером, он все равно мужчина. И он никогда, вот, тех струн, тех тонкостей, тех граней, которые только женщина может распознать в мужчине именно, они никогда, они туда, они ходят в эту сторону вообще. Понимаете? И поэтому с женщинами они мне дают больше возможностей творческих. Лучше говори мяу. Дура. Мяу. Ну, Панька. Картина начала сниматься не в самое лучшее время. Наш кинематограф скорее, так, загибался, нежели расцветал. Но Светлана Сергеевна отчаянно решилась на такую своеобразную авантюру снять историческое кино, что само по себе безумно затратно, но очень интересно. Осилить 25 полнометражных фильмов, да еще на историческом материале, отнюдь не то же самое, что снять многосерийное дешевое мыло. Пока Дружинина прошла только треть пути. Заканчивается эпоха Анны Иоанновны в работе восьмой фильм цикла. Даже не хочется представлять, с какими трудностями еще придется столкнуться железной леди нашего кинематографа. Но доподлинно известно, будет здоровье, она справится со всеми. Поэтому вивак Светлана Сергеевна. Кино это искусство коллективное. Я никогда не верю, никогда не верьте, когда режиссер говорит, я сделал, я снял и так далее. У него получается, у него получилось. Но если бы он однажды, не заболев своей идеей, не собрал себе единомышленников и не подсадил их на свой вирус, ему бы не помогли, у него ничего не получилось. Человек один, вот цитирую и он говорит, ничего не может, человек один не может ни черта. Прости меня, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова